КМП истории с хорошим концом. Трэшовые истории, которые, вопреки всему, закончились хорошо. Всю жизнь мечтал работать на крупной технике. Я не разбираюсь в машинах, до 25 у меня даже прав не было. Работая юристом, одно время увлекался мотоциклами. Но это не совсем то, дошло до того, что в последние годы арендовал трактор покататься. Жена считает меня придурком. Столько денег потратил на открытие ненужных категорий в правах, теперь еще и плачу, чтобы покататься. У нас маленький ребенок, всегда есть на что потратиться. А у меня только в такие моменты ощущение, что детская мечта осуществилась. С младшей школы не чувствовал себя таким счастливым. Ночевал у друга на даче. Сплю и чую, что по мне шланг тянут. Просыпаюсь, нет, не снится. Эта лядь змея по мне ползет. Разбудил друга. Он говорит, а, это моя змея. И унес ее к себе в постель. Потом буркнул, она не ядовитая. И отключился. После института начались адские боли в животе, особенно по ночам. Оказалось, две язвы, одна из которых открытая. Похудел очень сильно. А тут призыв. Пошел на остальное обследование. Нашли порог сердца. Направили сдавать кровь. Обнаружили гепатит B и C. Рассказал девушке, на которой жениться собирался и ни разу не изменял. Она подумала, что я изменял, с кем попала. И ушла. Через две недели, когда выписался из больницы, сдал кровь еще раз. По собственной инициативе. Только уже в институте переливания. Первый анализ был ошибочный. Однажды в отрочестве наблюдала, как хрупкая девушка транспортировала весьма габаритного кавалера. В стельку, естественно. Дороги 7 километров от сельского клуба до соседней деревни. Он даже на карачках с трудом стоял. Она его, разумеется, поднять никак не могла. В какой-то момент разозлилась и дала ему пенделя. Сильно. Он подскочил почти в вертикальное положение. Пробежал пару шагов и опять обвалился в колено-локтевую. Она задумчиво подошла к нему и опять влепила срача. Так и шел парень домой 7 километров на срачах. Мой бывший муж гора весом в 120 килограмм. Впервые после развода оказалась в постели с мужчиной, а он ростом ниже метр семьдесят и весит килограмм шестьдесят. Проснувшись утром, не обнаружила его в своей кровати. Сбежал, сволочь, было моей первой мысли. А нет, я его просто не заметила в ворохе постельного белья. Началось все с того, что я проспала экзамен. Вылетела пулей из дома. Пока бежала, потеряла мобильный телефон. Опоздала на автобус. Пока я ждала следующий, меня облила машина. И на пешеходном переходе я упала на колени и порвала джинсы. Прибежала на конец экзамена и поняла, что экзамен только завтра. Иду однажды домой. Вижу, на земле парень лежит в диком опьянении. С виду выглядит нормально. Брюки, рубашка, все дела. Думаю, надо помочь. Всякое в жизни бывает. Вызываю ментов, чтобы увезли. Холодно на земле лежать. Март месяц. Пока менты ехали, эта сволочь проснулась, встала и ушла. А меня оштрафовали за ложный вызов. Решил устроить себе вечер кино. Сходил, купил чипсов, приготовил чаю. Иду в комнату с плазмой. По дороге, как всегда, разлил немного чаю. Подумал, после киношки носком вытру. Смотрю кино, ем чипсы. И тут уронил одну чипсинку. Встал, чтобы поднять ее. Подскользнулся на разлитом чае. При падении ногой зацепил лежащий на полу пульт и отправил его в полет. Прямо в отцовский бар в виде глобуса. Теперь у меня рассыпаны чипсы-глобус с вмятиной и разбитый пульт. Я лежу на полу, а в фильме момент, когда все начинают дико смеяться. Третье утро подряд, заходя в ванну, хватаю шампунь. Уверенным движением руки лью его на зубную щетку и начинаю чистить зубы. Надоело плеваться пузырями. Два дня назад шел спокойно по улице. Никого не трогал. Только что купил новые, дорогие, как сбитый Боинг брюки. Погода прекрасная, жизнь хороша. Засмотрелся на впереди идущую девушку. И тут почувствовал удар в челюсть. Оказалось, что парень этой девушки стоял в это время в магазине и смотрел, как я на нее пялюсь. И эта жлобина пихает меня со всей дури на проезжую часть. Упал удачно. Прямо на лобовуху девятки, проезжавшей мимо меня на скорости 60 километров. Сегодня сижу в больнице со сломанной ногой, с отрясом, синяком и порванными брюками. Лежу и ржу, вспоминаю выражение лица водителя девятки. Я сказочный оптимист. П.С. Парень этот с девушкой своей приходил извиняться. Милые ребята оказались. Воскресенье. Три часа дня. Прилег подремать. Открываю глаза, смотрю на часы, которые показывают девять часов. Я в панике. Рабочий день начинает совсем тридцать. Собираюсь за десять минут. Подрываюсь и пули лечу на работу. Работа в банке. Плюс в шоке от нового телефона, на котором не сработал ни один из пяти разных будильников. В голове всплывают апокалиптические картины порицания начальством с выписыванием огромнейшей порции бизнес-геля. Серверы стоят после выходных. Формирование отчетов не запущено. В итоге оказывается, что еще воскресенье и время действительно 9.30. Но только вечера. С легким сердцем еду домой и ложусь спать. Сдавал экзамен по вождению. Прихожу пятый раз. Сдал относительно тяжелые упражнения. Парковка, змейка. И когда уже был в предвкушении получения прав, завалил самое легкое – горку. Однако гаишник оказался добрый. Дал вторую попытку. КМП неудачника. Никогда не отказывала друзьям в поддержке. Часто по многу часов утешала. Выслушивала бесконечные претензии на мир. И помогала уменьшить долгие депрессии. В любое время суток всегда к вашим услугам. Иногда после этого сама оставалась опустошенная. Приходилось отлеживаться дома, чтобы восстановить сил. Однако стоило мне пару раз расклеиться на глазах тех, кому помогало чаще и больше всего, как меня тут же обвиняли в том, что я нытик. Грозно кричали, что не собираются около меня сидеть, тратить время и вообще все у меня надуманное. А я тут людям мешаю и истерики на пустом месте устраиваю. Потом мне это надоело и на просьбу помочь начала прямым текстом посылать в ответ. И это было воспринято совершенно нормально. Находили себе другую жилетку или справлялись сами. При встрече мне улыбаются. Я потратила много-много времени и нервов на людей, которые, видимо, не особо-то в этом нынуждались. И которые абсолютно ничем не отплатили мне взамен. Лежал в палате нейрохирургии. Делали обследование сосудов головного мозга с применением контрастного вещества. Так эти твари не доделали наркоз. Суки, все время процедуры я чувствовал, как по венам идет крутой кипяток. По-другому не передать. И я еще думал, что это в порядке вещей. Мой лечащий врач потом долго матерился. Но лечение прошло вполне успешно. Поэтому это КМП с хорошим концом. Муж начал ходить понурым и тихим. Моя лучшая подруга перестала со мной общаться. Я не находила себе места. Не понимала, что я сделала не так. И вот они приходят домой вместе и рассказывают, что какое-то время назад переспали. Я была шокирована. А потом прикинула все карты. Подруга лучшая всегда и во всем помогала и поддерживала. Муж отличный. Нареканий никаких никогда не было. Только вот Шрекса всегда хочет в разы больше, чем я могу дать. У подруги семья, так что мужа не уведет. И со здоровьем у нее все хорошо. Заразы в дом не притащит. Благословила. Теперь она пару раз в неделю забегает на кофе и пару палок. Я никого не потеряла. Муж наконец-то джахается сколько хочет. Своё удовольствие. И я тоже довольна. Недавно подруга уговорила меня сходить к одной чудо-целительнице. Я не верю в них, но подруга была убедительна. Эта тетка усадила меня на стул, встала сзади, нащупала у меня под ушами болевые точки и стала на них давить. Что я потеряла сознание. Очухалась, когда она мне с такой силой давила на трахею, что я непроизвольно хрипеть начала. А она приговаривает. Ишь какая, ни в кого она не верит, казачура. У меня папа казак. Сумку схватила и дала этой ведьме по кабине. Я ей вообще такое там устроила, что она цирк свой прикрыла и больше голову никому не дурачила. Вышла замуж, родился сын. Муж начал пить и гулять. Денег не хватало, сама старалась поменьше есть. Он говорил, денег нет, на работе задерживают. Иду с ребенком и вижу. Он в кафе ест, пьет с бабой. Выходят, целуются, даже меня не увидел. И так я разозлилась. Наточила топор, купила пакет и напоила его снотворным. И мы поехали в лес, типа погулять. Он уснул. Вытащить из машины я его так и не смогла. В машине заканчивать дело было не вариант. В итоге привезла обратно. Сейчас другая семья счастлива, а с тем развелась. Знакомая хотела стать врачом. Проходила практику в сельском медпункте. Однажды ночью в дверь постучал мужчина. Он держал в руках свои внутренности и молил спасти жену и дочку, попавших в ДТП в шести километрах от поселка. Он пробежал это расстояние в состоянии шока. Мужчину не спасли, но жену и дочку благополучно нашли и заштопали. Машина попала во враг на сельской заброшенной дороге. И если бы не поступок мужа, то и не нашел бы никто. Всю свою жизнь я постоянно где-то падаю. То с лестницы, то на камни, то лицом об лед. Итог. Все ноги в шрамах и ссадинах. Но однажды я, заходя в автобус, подскользнулась и закатилась прям под него. Как вспомню тот ужас в глазах пассажиров, которые доставали меня из-под колес. И мой смех от того, что я просто неудачник по жизни. Главное, что цела и жива осталась. Однажды, будучи подростком, отдыхала на каникулах у бабули и подралась там с девахой. Случайно выбила ей передние зубы за то, что она посмела нелестно отозваться в адрес моей старшей сестры. Пригрозила ей не попадаться мне на глаза. Стоило видеть ее табло, когда брат привез ее ко мне для знакомств в качестве своей невесты. Когда сыну было три года, он пришел среди ночи ко мне и стал меня будить и попросил разрешить спать со мной. Потому что ему стало страшно спать одному. Я, конечно, подвинулась и, обняв его, заснула. Через какое-то время он опять меня будит и говорит. «Мама, мама, можно я в свою кровать пойду спать? А то ты так храпишь, что я тебя больше боюсь». Чтобы не проспать перед важным событием, поменяла мелодию на будильнике на более громкую. А когда он зазвонил, я решила, что это не мой и спала дальше. На днях ходила к гинекологу. Он красавчик, высокий и мускулистый. Пошла раздеваться для процедуры и сама не заметила, как разделась до трусов. Все сняла, кроме того, что нужно. Балда! Смотри также КМП с хорошим концом первую часть.